Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Это совместно прочитано за октябрь месяц 2014 года, если кто не помнит, что это за месяц был. Мне совпали, мы только по одной книжке в этом месяце, но зато в какой. Прислали мне на отзыв книгу автора у нас Луи Даниэль, называется «Поделим в 7 утра», несмотря на западное имя, это наш человек. Кстати, пишет он, забегая вперёд, скажу, что читаешь, ощущение, что ты читаешь именно западного автора, потому что такое впечатление производится. Он, кстати, совершенно буду автором, 21 год. Нет, аж пора. Пишет 16 лет, работает в газете «Московский комсомолец», одно время даже подрабатывал в этой модели, по этим не имеет, что это такое. Знает французский, английский. И, собственно, вернёмся к книге. Задумка очень, на мой взгляд, шикарная и генеральная. Необычная. Да, она ему пришла как-то утром, когда он сам встал в 7 утра, он подумал, ага, а не написать ли? И написал. Получилось очень интересно. Писать ситуацию. Метро. Вагон. В понедельник в 7 утра, разумеется, переполнен, переполнен людьми. У каждого из них есть свои мысли, своя жизнь за плечами, свои какие-то цели, желания, стремления. И, собственно, эта книга повествует нам о том, о чём каждый думает, размышляет. Опиши, ты употребляешь такие снижения. Три шикарной словечки, а жизнь передоскованная. Ну, не знаю. Дело в том, что тут в обычных книгах как? То есть персонаж, какой-то герой размышляет о том, о чём, какие-то задачи ставит. Ну, то есть вполне конкретные. А необычность вот этого произведения в том и состоит, что здесь как бы срез такой потока сознания, будем так говорить. Мы же не в состоянии остановить свои мысли. Абсолютно для этого нужно тренироваться очень много лет, типа йоги там и прочие буддисты. Вот. А поэтому мысли-то бегут и бегут и бегут в разных направлениях. Свободно совершенно. То есть люди не думают там, а чем они будут заниматься вот сейчас, через час, куда они прибудут с какой-то целью, или размышляя о чём-то прошлом. Вот что приходит в голову, то и приходит. То есть совершенно свободно. Мама, почему тут это? Ну, это интересно. Вид, она представляет совершенно разных людей, никак с собой, между собой не связанных. И поминутно, то есть там нет глав, там 7 часов 0,1 минута, 0,2 минуты, 0,3 минуты и так далее. Каждая минута посвящена отдельному человеку. То есть понимаем, да, догадываемся, что таких историй набирается 60. Особо мне понравилось, что автора не называют ни города, ни имён людей, ни их возраста. То есть как бы обезличивает, но между тем за каждую минуту стоит своя личность, свой человек отдельный какой-то. И они столь все разные. И каждый представляет подобных себе. И вот почему-то на ум пришла человеческая комедия Бальзака. Ты не так вчера говорила. Ну, типа такого. Конечно, я не сраню, потому что всякое сравнение хромает, и не об этом лечь. Почему-то об этом. Вот такая элдоскопия этих мыслей, поток вот этого вот каждого своего. Такая элдоскопия людей. Причём, да, в разных направлениях совершенно. Потому что действительно люди собрались, попутчики, все разные абсолютно, и пол, и возраст, и всё на свете. И мысли у них, соответственно, разные. И совершенно свободные. Вот что подкупает. То есть это просто вот как бы срез такой жизни вот такого маленького сообщества, кратковременного, да, на всего лишь час. Вы, кстати, сейчас сказала вам срез, и мне не представлялась такая картинка, что если срубить, допустим, там, деле, у кого там кольца утопали? Да у всех кольца. Срубить дерево. То мы увидим кольца, которые мы не видим, когда дерево целое. То же самое и с этой книгой. Оно представляет нам кольца. Да? Общество. Кольца общества. Вот как я вымудрила. Вот не посвящённо никакой ни теме, ни сюжету, ни вообще. Вот что необычно. Книга очень необычна, да. И по... Как она составлена, и... Кстати, стиль немножечко напоминает, напомнил мне Стивена Кенга, поэтому если он нравится Стивен Кинг, то, думаю, понравится и донату, потому что стиль действительно напоминает. И вот есть что-то от Стивена Кинга. Да, это так. И вот мне ещё хотелось бы сказать. Эта книга для тех, кто не зациклен на себе и интересуется просто людьми. А ведь у нас большинство таких вот, обыкновенных людей без всяких... А если бы вы зациклены на себе? Ну, агонцентрирован, там, и прочее. Исходя, например, из... А почему агонцентричному человеку не может понравиться книга? Почему может? Я имею в виду, что... Которая не... Как вот в опере это поётся, известный писатель, какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня. То есть есть дело до людей, до их мыслей, до отчаяния. Вот ухватить вот эти вот мысли-то, вот что самое ценное-то. То есть они не направлены на какую цель абсолютную. Нет действия, есть только мысли. Вот и всё. Маленькие совсем вырваны, это буквально минута этих мыслей, насколько там сказано вот в этой минуте. Да, да, да. Вот честно, вот я, чтобы капнуть ложечку дёгтя, то кажется, что раз прислали нам, на обзор, то мы постараемся тут расхвалить. Нет. Наоборот, я... У меня какая была мысль? Раз прислан на обзор, значит, не очень. Значит, угу. Я уже начала готовить деликатные слова, чтобы вы как-то... Не обидитесь. Да, чтобы никого не обидеть, но они не пригодились. И вернее, ах. На этом учитывая. Да, я подожди, я ещё хочу добавить, что, к сожалению, хотя мой отзыв уже вышел, что-то задерживается публикация книги, но она со дня на день появится, и я сразу же размещу ссылку на книгу. Да. Да, она появится в нибудь. Да, в нибудь должна появиться. Это вот-вот-вот должно уже случиться. Подождём. Да. На этом всё. Пока. До скорых книг. До скорых книг.